Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Английский с Асей. И сегодня мы возвращаемся к теме притяжательных местоимений. В нескольких предыдущих видео мы уже говорили о таких притяжательных местоимениях, как my, his, her, our, their и так далее. Сегодня же мы посмотрим на вторую парадигму притяжательных местоимений и когда нужно использовать вот эти вторые, а когда те, о которых мы уже говорили. Для простоты я сделала нам вот такую вот табличку замечательную. В первой строчке у нас идут просто формы местоимений, такие словарные формы, те, которые используются в позиции подлежащего, например. I sleep. Вот я в конце написала глагол. И вот эти все-все-все формы могут идти перед глаголом. I sleep. Я сплю. We sleep. Мы спим. They sleep. Они спят. И так далее. В некоторых случаях нам надо менять форму самого глагола. Например, he sleeps. Но это, как говорится, немножечко из другой оперы. Это просто, чтобы мы могли ориентироваться, кто тут кто. А потом в каждой колоночке у нас идут соответствующие формы притяжательные. В предыдущих видео мы с вами рассматривали те притяжательные формы, которые у нас в этой средней строчечке. My, his, her, its, our, your, their. И эти формы, мы уже говорили, соревнуются с артиклями, соревнуются с указательными местоимениями за место под солнцем. Они садятся на тот же стульчик перед существительным или даже перед прилагательными, которые его описывают, если бы у нас перед book было бы, например, interesting book. Эти формы используются с существительным. И что же у нас еще есть в нижней строчечке? Это вот эта вторая парадигма притяжательных местоимений. Здесь, как вы можете видеть, в большинстве случаев к первым формам на конце просто добавлено s. Поэтому her будет hers, our – ours, your – yours, their – theirs. Там, где уже есть s в формах средней строчечки, там уже второй раз s мы не приписываем. His – если мы второй s припишем, вообще получится his – это глагол шипеть, his – как змея. Да? Это совсем другое. Поэтому просто они ровно одинаковые his и his, its и its. Тут уже нечего s приписывать, s уже есть. И единственная форма, которая выпадает из этого общего ряда с форм с s – это mine. Не mys какое-то, которое можно было бы себе вообразить, а mine. Ну, для себя любимого можно запомнить какую-то отдельную форму, такую вот, другую, особенную. Mine. Теперь самое, собственно, всех путающее – это когда использовать формы из какой строчечки. Да? И здесь я специально сделала вот эту последнюю колоночку, чтобы показать вам именно этот момент. Формы в средней строчечке, те, которые вам, наверное, больше знакомы, а они чаще употребляются – это те формы, которые идут перед каким-то существительным. My book, his book, her book, its roof, our sister, your mother, their friends и так далее. Какое-то существительное в единственном числе, во множественном числе, счетное, несчетное – это не важно. Главное, что после вот этих форм идет какое-то существительное, к которым они относятся, эти формы. Формы, которые у нас в нижней строчечке, как раз используются без существительного потом. Поэтому я поставила здесь точечку. Это очень часто бывает в конце предложения, хотя не обязательно прямо в самом конце предложения, там еще какие-то слова могут быть до точки. То, во всяком случае, они заканчивают вот всю как бы фразу. После них не идет существительного. Это самое-самое ключевое. По-русски мы можем сказать «это моя книга» или «это книга моя». Моя – моя одинаково. По-английски мы будем использовать две разных формы. «This is my book» – «моя книга», потому что после «my» идет существительное «book» в данном случае. Или «this book is mine» – «это книга моя». Не «это книга моя книга» – это было бы какое-то масло масляное. Поэтому это существительное там не повторяется, оно понятно из смысла, из остальной фразы. И потому что нету следующего дальше существительного используется «mine», а не «my». И такая самая простая, что ли, конструкция, где употребляются вот эти вот формы «mine», «hers», «hours» и так далее – это как раз что-нибудь типа «это книга моя». «This book is mine», «this book is his». Тут как раз «his» и «his» совпадают, но окей, так уж получается. «This book is hers», «this roof is its» как-то звучит не очень хорошо, но теоретически ровно это здесь ожидаемо. «These friends are ours», «these shoes are yours», «these bags are theirs» и так далее. Мы используем вот этих вот друзей. Но уже в более продвинутых каких-то конструкциях вам тоже могут попасться вот эти вот местоимения притяжательные из серии «mine». Например, «he likes his dog and I like mine». «Он любит свою собаку, а я люблю свою». Ну, так как по-английски нет слова «свой», поэтому приходится говорить «а я люблю мою». Имеется в виду, что собаку, но это понятно, поэтому мы еще раз не говорим «dog», а просто пользуемся притяжательным местоимением из серии «mine». Замечательно. Итак, надеюсь, это вам было полезно. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях под видео и увидимся в скором будущем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok